Здравствуйте! Это программа 112 в студии Сергея Захаров. Я расскажу о происшествиях за прошедшую неделю. На минувшей неделе на территории округа зарегистрировано 212 происшествий. Из них 14 преступлений, из которых 8 раскрыто. По 6 проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступления. Привлечено к ответственности 64 гражданина за распитие алкоголя и появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения. Установлено два лица, числящихся как без вести пропавшие. За неделю произошло 7 дорожно-транспортных происшествий. Пострадавших нет, причинен материальный ущерб. Так, 27 февраля около 4 часов 30 минут утра водитель автомобиля Мазда, двигаясь по улице Ленина в районе дома 25А, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным автомобилем УАЗ. Со слов виновника стало известно, что он возвращался с Зимника и попросту уснул за рулем. В результате ДТП никто не пострадал, причинен материальный ущерб. Уважаемые водители, не забывайте, что продолжительное нахождение за рулем автомобиля ведет к переутомлению и потере внимания. В целях профилактики правонарушений на территорию округа сотрудники УМВД России по Ненецкому автономному округу провели ряд оперативно-профилактических мероприятий. С 21 по 22 февраля на территорию округа проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор». Осуществлено 97 проверок лиц, формально подпадающих под административный надзор. Осуществлено 68 проверок лиц, состоящих под административным надзором. Составлено два протокола по статье 19.24 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Несоблюдение административных ограничений, устанавливаемых при административном надзоре. В минувший четверг сотрудники окружной ГИБДД провели профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». На дорогах города Наринмара и Заполярного района автополицейские и общественники проверили 138 единиц автотранспорта, выявили и пресекли 12 административных правонарушений. С 12 по 16 февраля на территории округа сотрудниками полиции проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Притон». Основной целью мероприятия явилось выявление и документирование фактов организации либо содержание притонов для потребления наркотических, психотропных средств, а также выявление раскрытия преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В течение пяти дней полицейские проверяли места возможного сбора лиц, употребляющих и изготавливающих наркотические вещества. В ходе проведения профилактического мероприятия сотрудниками полиции выявлены места потребления наркотических средств и изъяты из незаконного оборота наркотические средства массы свыше 5 грамм, а также приспособления для употребления наркотических средств. Выявлен факт вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических средств. Кроме того, выявлен факт незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их прекурсоры. Изъято одно растение конопли. В результате мероприятия составлено два административных протокола. Возбужден два уголовных дела. Уважаемые граждане, стражи порядка призывают жителей округа сообщать дежурную часть полиции всю известную информацию о возможных местах, где собираются жители округа, употребляющие наркотические и психотропные вещества. По телефону 02 с мобильного 112 или 421-26 и по телефону доверия 421-52-8-911-650-5749. Анонимность гарантирована. 15 и 16 февраля текущего года на территорию округа сотрудниками полиции проведено межведомственное оперативно-профилактическое мероприятие «Алкоголь подросток». Направлено на выявление несовершеннолетних правонарушителей, а также установление лиц, вовлекающих подростков в антиобщественную деятельность. В ходе мероприятия полицейскими проверено 39 несовершеннолетних, состоящих на учете, 49 семей из группы «Риска», 5 ночных питейных заведений. Составлено 8 административных протоколов. Выявлено 3 несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения. А также проверены детский дом и общежития профессионального училища. Сотрудниками отдела уголовного розыска управления был установлен и задержан проживающий в городе Архангельске мужчина 83-го года рождения, ранее судимый за кражи и грабежи, который посредством социальной сети «Друг вокруг» вводил заблуждение пользователей сети и под предлогом оказания каких-либо услуг с его стороны или продажи товаров путем обмана похищал денежные средства, перечисленные ему гражданами. В ходе следствия задержанный дал признательные показания по 24 фактам мошенничества, совершенным им с апреля по июль 2017 года. 20 из них совершены в отношении жителей округа и 4 в отношении жителей Ямала-Ненецкого автономного округа. И возместил всем пострадавшим ущерб, составляющий сумму более чем 200 тысяч рублей. В настоящее время следователем управления уголовное дело в отношении злоумышленника, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничества, с собранными доказательствами его вины, направлено в суд для рассмотрения по существу. Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления установлено, что экс-директор одной из управляющих компаний округа, согласно заключенному договору, обязался перечислять ресурсоснабжающие организации платежи, поступающие от потребителей коммунальных ресурсов. Не позднее рабочего дня, следующее за днем поступления платежей в компанию. Однако в нарушении договора бывший генеральный директор, полученный от потребителей денежные средства, предназначенные для перечисления ресурсоснабжающей организации, перечислял не в полном объеме, а оставшуюся разницу использовал для обеспечения финансово-хозяйственной деятельности своей компании. Своими действиями он причинил ресурсоснабжающей организации материальный ущерб на сумму свыше 10 миллионов рублей. В настоящее время следователям Следственного отдела УМВД России по Ненинскому автономному округу уголовные дела, возбужденные в отношении данного экс-директора, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, направлены в суд. 22 февраля 2018 года в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления выявлен факт незаконной реализации жителям округа алкогольной продукции посредством размещения информации в социальной сети друг вокруг. В ходе проверки установлено, что гражданин доставлял заказ на автомобиле и во время очередной продажи он прибыл на адрес, указанный покупателем, где продал бутылку водки. При этом мужчина не имеет права на осуществление деятельности по розничной реализации спиртосодержащей продукции. Ранее он уже привлекался за аналогичное правонарушение. В ходе осмотра автомобиля сотрудниками полиции изъято около 38 литров алкогольной продукции. По данному факту проводится проверка. 21 февраля в дежурную часть управления обратился житель города Наринмара с сообщением о том, что неизвестно лицо, разбив окно, проникло в его дом и похитило телевизор стоимостью 15 тысяч рублей. Оперативниками в течение нескольких часов установлено лицо, совершившее данное хищение. Им оказался житель поселка Красное, ранее судимый за свершение аналогичных преступлений. Следователем в отношении злого мышленника возбуждено уголовное дело по пункту А, части 3, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Также мужчина дал признательные показания еще по двум уголовным делам, возбужденным ранее. Так, 17 февраля этого года он проник в жилой дом в городе, откуда похитил денежные средства в сумме 36 тысяч рублей. А в начале февраля в поселке Красное он путем свободного доступа, пока хозяева дома спали, похитил бытовую технику. Следствие продолжается. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть полиции по телефону 02 или 421-26. Честь!